Музыка Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 29 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Дух Тихона, Моисея, Михаила, Петра, Константина. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомучника, священномучника Петра Ивановича Карелина. Родился святой в 1864 году, в 1883 окончил Пермскую духовную семинарию, и был назначен учителем в Новопышминское училище. 13 июля 1886 года Петр был рукоположен во священнике к Сретенскому храму в селе Илленское Ирбитского уезда Пермской губернии. А 12 апреля 1882 года переведен в Богоявленскую церковь в селе Кочневское Камышловского уезда. С 14 ноября 2004 года он стал служить в Свято-Троицком соборе Каменского завода того же уезда. В 14-м году отец Петр был назначен исполняющим должность благочинного второго Камышловского уезда, второго округа. В начале 20 века повсюду начала ощущаться недостаточная активность приходской жизни, и стали предприниматься меры для ее оживления, в частности на поприще просвещения народа. Отец Петр выписывал книги и брошюры для раздачи народу, организовывал благочиническую окружную библиотеку, где выписывалось 7 периодических изданий. Устраивал собрания духовенства, на которых обсуждались прочитанные книги. Но все предпринимаемые средства в силу начавшегося социального и духовного кризиса могли уже помочь лишь немногим. В 1918 году отец Петр был арестован, заключен в тюрьму в Екатеринбурге. Затем вместе с епископом Гермогеном, священномученик Макарий в миру Михаил Васильевич Гневушев, епископ Орловский, заключен в грязный и темный трюм парохода Ака. Отец Петр предварил мученическую кончину святителя. Около полуночи 29 июня 1918 года он был выведен на палубу и утоплен в реке. Сегодня, дорогие, мы также совершаем память святителя Феофана Вышинского, затворника, удивительного духовного наставника. Многие христиане, ныне живущие, свою духовную жизнь настраивают по словам святителя. Сегодня перенесение мощи святителя Феофана. Поэтому так хочется вновь поделиться тем сокровищем, которое, как медоточная пчела, собрал с цветника духовной жизни великий русский святой. Святитель Феофан Затворник много наставляет в практике жизни. И сегодня, поскольку дело в Петровский пост, поскольку одним из важнейших духовных упражнений всегда является духовное чтение, мы вновь с вами подумаем и поразмышляем над словами святителя о том, как необходимо читать духовную литературу. Святитель пишет, «Хорошо читать или слушать, плодоноснее Слово Божие, заниматические писания и житья святых. Впрочем, нужно знать, что житья лучше для начинающих». Это мы с вами. Начинающие, даже если человек 10-15 лет в церкви, он все равно еще новоначальный. Писание отеческие для средних. У нас все-таки есть уже и попытки читать святых отцов, отеческие писания, аскетические опыты и труды. Но понятно, что мало что усваиваем и воспринимаем, но пытаемся. Ну и Слово Божие для совершенных. То, что мы читаем Священное Писание, Евангелие, выполняя послушание церкви, мы напитываем свою душу этими удивительными словами жизни. Но понимать Евангелие в полноте может только человек духовно совершенный. Все эти источники истин способствуют духу ревности. В каждого из нас, дорогие мои, заложен дух ревности. Мы, правда, пользуемся им искаженно, извращенно и ревнуем к собственной славе, что меня не замечают, не ценят, не любят, кого-то больше, чем меня. О себе человек ревнует. А нужно ревновать о славе Божией. То есть о том, чтобы ты лично оставался в тени, а через тебя являлась сила Божия. Чтобы люди, видя ваше доброе, не вас прославляли и не вам пели оды хвалебные, а прославляли Отца, который на небесах. Это величайшее искусство. Делать добро и оставаться в тени. Вот как Семен Верхотурский оказывал милость, шил шубы за это. Ну ему платили ночлегом, это, конечно, несопоставимые вещи в таком эквиваленте затрат труда. А что-то недоделал и уходит. Люди рассержены, в претензии, а на самом деле они получили гораздо больше, чем, как им кажется, потеряли в виде недоделки. Величайшее искусство. Остаться в тени. Чтобы вся слава была Божья. Далее святитель пишет. Часто один текст возгревает дух не на один день. Есть жития, о коих одно воспоминание выставляет жар ревности. То есть душа воспламеняется желанием к духовным упражнениям. Есть места у святых отцов сильно впечатляющие. Посему доброе правило. Выписывать такие места и хранить на случай нужды для возбуждения духа. Когда душа истощивается, запустевает, у человека под рукой всегда могут оказаться те или иные тексты, фразы, цитаты, которые возгревают ревность духовную. Тем более в современной жизни даже писать ничего не нужно. Все есть в электронном виде. Выделил курсорчиком, сохранил и в папочку. И в нужный момент просто открываешь файлик, и читаешь, и укрепляешься. А можно и на сотовый телефон сфотографировать понравившийся текст. Это всегда вообще под рукой. Душа затасковала, засуетилась, затрепетала, открыл нужный текст, укрепляющий в мужестве, в решимости, в надежде на Бога. И подпитал свою душу. Часто ни внутренние, ни внешние делания не помогают. Дух остается в усыплении. Спеши читать что-нибудь. Если и это не поможет, беги к кому-нибудь на беседу. Последняя, то есть беседа с верою, редко остается без плода. Удивительное средство для людей, ищущих духовной жизни, это беседа. Не о сплетнях, не о слухах, а о духовной жизни. Почитать вместе какой-то текст, разобрать. Хорошо, если у человека есть духовник. Это великое счастье. Если со священником, можно минуточек 15, в 2-3 недельки поговорить на беспокоящие темы. Не попустословить, не полить воду, потому что время очень драгоценное. Нужно крайне уважительно относиться к чужому времени. А взять, подготовиться и буквально несколькими вопросами укрепить себя. Но хорошо, когда есть и близкий по духу брат или сестра, с которым можно не о суете, а о главном, о духовном поговорить. Есть два рода чтения. Одно рядовое, почти механическое. Это то, как мы обычно читаем. Есть у нас послушание. Напомню, что хорошо было бы в Петров пост почитать толкование феофилакта болгарского на священное писание, хотя бы на одного из евангелистов. Потому что важно не просто читать Евангелие, но и знать святоотеческое толкование. Послушание человек читает, но читает просто по порядку. А бывает избирательное чтение, когда у человека возникает проблема, например, гнев одолевает или печаль поразила душу. И он, как средство от больной души, от обострения, находит тот или иной текст на тему. И это производит гораздо больше эффекта. Вот правила для чтения. Перед чтением, по-хорошему, конечно, это все записывать карандашиком, перед чтением должно возбудить потребность знать то, о чем читается. То есть заранее, на берегу, вот как мы к молитве относимся, подумать, что ты сейчас будешь делать. Не просто так с морозу открыть, прочитать, ничего особо не понять, закрыть, галочку поставил, выдохнуть, молодец, выполнил. А подумать, что ты сейчас будешь читать, о чем, настроиться, чтобы взять максимально из текста для пользы. Второе, обратиться молитвенно к Богу. Очень важно помолиться и Богу, и тому святому книгу, которого ты открываешь, чтобы наш дух в соединении с духом праведника был вознесен к престолу Божьему. И Господь через святого может открыть нам даже то, что в книге не написано, но что есть в опыте церковном. Читаемое следить вниманием и все вслагать в отверстое сердца. Что не дошло до сердца, на том стой, пока не дойдет. Святые отцы внимательное, благодоверенное чтение причисляют к молитвенному труду. Если человек внимательно читает с желанием слагать все в отверстое сердца, то по факту, по содержанию это тот же молитвенный труд с желанием и вниманием. Очевидно, читать должно весьма медленно. Не нужно все время смотреть, сколько осталось до конца. Страничку две прочитали внимательно, вдумчиво и восприняли. Прекратить чтение, когда душа не хочет уже читаемым питаться. Сыта, значит. Если, впрочем, поразит душу, какое место, стой на нем и не читай более. Очень важный совет. Когда душа дочитается до истины и поймет, что именно здесь душу посетил Господь откровением, постой здесь. Точно так же, как в молитве. В какой-то момент пришло умиление, не нужно дальше текст вычитывать. Цель достигнута, душа соприкоснулась с благодатью Божией. Постой в этом состоянии. Это самое главное в молитвенном делании или в духовном чтении. Лучшее время для чтения Слова Божия утро, житий, после обеда святых отцов незадолго перед сном. Вот такие духовные наставления предлагает нам сегодня святитель Феофан. Дай Бог, чтобы за молитвы этого угодника Божьего мы были усердными, ревностными христианами, чтобы душа была ручейком горным, бьющимся по камушкам, но чистым и бегущим вперед, а не затянувшейся бурой тиной ряской такой пруда, где гади всевозможные, им же не с числа. Спокойно, но в тине. Избави нас от этого, Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова